Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ, новости Анапа-регион, в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Международная выставка Санкур, Анапа – самое яркое солнце России. Почему у хозяева за бортом? Кубок наш – очередная победа анапских волейболистов. Дан старт. В Анапе начался месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Преступление без наказания. В то время как недобросовестные застройщики делают бизнес на людях, обманутые дольщики вместе с городскими властями пытаются найти выход из непростой жизненной ситуации. Сегодня на прием к главе Анапы пришли несостоявшиеся жители домов в переулке Северный-1. Результат встречи в нашем материале. История этого строительного мошенничества началась в 2005 году. Разрешение на строительство застройщики получали на четырехэтажный дом, но по закону жанра остановиться не смогли. Вместо заявленных 108 квартир построили 213 и с вопиющими нарушениями строительных норм. Были отказы администрации продлить разрешение на стройку. Судебное решение почему-то в пользу недобросовестных застройщиков, смена собственника долгостроя и больше 200 пострадавших граждан. Сегодня на приеме главы они с просьбой помочь. Пришли уже к вам за помощью, потому что уголовное дело, как бы уже разбирается, скоро суть будет и будут признавать, наверное, как мошенниками, скорее всего, мужа потерпевшие официально. Люди не сомневаются, они стали жертвами наглого произвола. Здесь и двойные продажи квартир, намеренный увод объектов незавершенного строительства от их собственников, людей, которые заплатили за эту стройку. Надежда на справедливое решение суда и помощь администрации в судебных разбирательствах. Я же понимаю, что получается, застройщик успешно столкнул с вами одних участников строительства. У них есть уже оппоненты, потому что застройщик же продал другим двойные продажи. Рынок жилищного строительства просто необходимо очистить от недобросовестных застройщиков. Нужны реальные полномочия для местных властей. А пока только проблемы. Людей один на один с проблемами не оставишь. По белорусскому 8 сходите к людям, блок такой же, блочная строительство блокирована, где он столкнул нас с людьми, кабель передавили в новогоднюю ночь, это три года назад. И он ничего не делает. Идите в администрацию. Сегодня есть решение суда о газификации этих домов. Подстанция сгорела 630-й, там мегаватт надо на все это. Она сгорела, он говорит, я не буду исполнять. Решение суда не исполняет о газификации. Глава НАПО Сергей Сергеев пообещал рассмотреть просьбы дольщиков и оказать помощь в подготовке исков в суд. По всем проблемным объектам сегодня городские власти наметили мероприятие по здравлению ситуации. Еще один из многих вопросов, который не остался без ответа. Семь домов на улице Свободы в Станице-Гостогаевской ждут газ. На личный прием к главе НАПО пришел председатель товарищества Василий Рыбин с просьбой ускорить решение вопроса. В прошлом году на улице Свободы в Гостогаевской завершилось строительство газопровода. Индивидуальный проект на семь домов разработала и оплатила инициативная группа жителей. 300 тысяч рублей на его реализацию выделил муниципальный бюджет. На личном приеме главы НАПО представитель инициативной группы Василий Рыбин рассказал Сергею Павловичу, что газ в домах пока не появился. Газопровод построили, а так называемые отводы к домам нет. Глава дал поручение службам разобраться. За разъяснениями мы обратились в управление капитального строительства. Проектно-сметной документацией, которая была передана гражданином Рыбиным, не были предусмотрены отводы до границ участков домовладений. Было предусмотрено только строительство газопровода протяженностью 300 метров, что нами было выполнено. Проектная документация прошла государственную экспертизу, эти мероприятия предусмотрены не были. А дополнительно, чтобы их выполнить, необходимо откорректировать данную проектную документацию, получить технические условия в Газпром газораспределении Краснодар на осуществление строительства отводов. Анапа – самое яркое солнце России. Ежегодная выставка санаториев и пансионатов с таким названием пройдет в нашем городе с 10 по 12 февраля. Но в этом году, судя по всему, светить оно будет не анапчанам. Ведущие эксперты туриндустрии о непростительных ошибках и организаторы мероприятия, о проблемах, которых не ждали в нашем материале. В прошлом году на выставке побывали все ведущие туроператоры страны. Более 900 делегаций. В этом, уверена у строителей Катерина Дыбль, рекорд будет побит. Это мероприятие ждут не только в нашей стране, но и за рубежом. Ожидают президенты Международной Федерации климата и водолечения. Для него это будет первый визит в Россию. Посла Греции и большую делегацию из Кипра. Список зарубежных гостей достаточно обширен, как и российских городов, которые приедут со своими презентациями. А вот хозяева выставки в этот раз будут в явном меньшинстве. Уже много-много лет генеральным спонсором нашей выставки, главным научно-деловым партнером нашей выставки является санаторий Делуч. Спонсор выставки – санаторий «Русь». Уральские самоцветы, смена и много других, которые выставляются каждый год. И поверьте, у них никак не хуже дела, чем у тех, кто отказывается. Если в этом году у нас только Темрюк представляет более 10 здравниц, то Анапы на сегодняшний день, смешно сказать, 30. Из 200 только здравниц. Я уже не говорю о 4000 владельцев частных гостиниц. Это стыдно. Не использовать такой шанс, по мнению ведущих экспертов, туриндустрии по меньшей мере глупо. Сегодня в этом направлении внутренний рынок страны получил солидные преференции. Но это не значит, что теперь не возникает конкуренции между российскими курортами. За туристов нужно бороться, повышать уровень обслуживания. Но не менее важно имиджевая составляющая. Дело в том, что на туристическом курортном рынке конъюнктура очень быстро меняется. Присутствие на таких форумах крайне необходимо. Очень важно не только в лето отработать, но заполнять и межсезонье. И всему этому, конечно, способствуют контакты, встречи рабочие на такого рода форумах. Поэтому останавливаться в нашей сфере нельзя. И почивать на прежних результатах или на возможности загрузки от корпоративных клиентов. Потому что все меняется. По мнению специалистов, этим летом российские курорты могут значительно поправить свое положение. Некоторые считают, что увеличение числа туристов на 50% – это не предел. Вот только борьба за них, считает Союзе Туриндустрии, развернется весьма серьезная. И к другим темам. Торжественное открытие месячника обороны массовой и военно-патриотической работы состоялось в минувшие выходные в сквере боевой славы. Там собрались представители Совета ветеранов, общественных организаций, участники локальных войн, студенты и школьники, словом, все желающие. Морозная погода не стала помехой для собравшихся. Уважение к ветеранам, память об их подвиге – вот основа той большой работы, которая проводится в нашем городе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Очень много молодежи и, самое главное, школьников. Я не сомневаюсь, что из этих ребят вырастут настоящие защитники Отечества и патриоты нашей Родины. Напчане должны знать, почему в нашей улице Владимирская, Терская – это казачьи полки, которые именно казачьих полков. Улица Самбурова, Ивана Голубца, героев Великой Отечественной войны. Поэтому вот старт этой работы дан. Чтобы было на кого уравняться, чтобы знали, не забывали и не допускали то, что проходит сейчас в Братской Украине, когда молодежь начинает понимать историю по-своему. Торжественный старт месячнику обороны массовой и военно-патриотической работы дан. В течение ближайших недель в его рамках пройдут уроки мужества, круглые столы, экскурсии и походы по местам боевой славы, военно-спортивные соревнования, смотр и конкурс на лучшую организацию работы почетных караулов на посту номер один. Также в его программе муниципальный этап краевого фестиваля героика-патриотической песни «Пою моё Отечество», всероссийский молодежно-исторический квест «Сталинградская битва», экскурсии по комнате боевой славы, института береговой охраны, выставки экспонатов Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами, посещение исторических мест, мемориалов и многие другие мероприятия. Еще одно событие, которое требует особого отношения и внимания. В сквере боевой славы состоялось памятное мероприятие, посвященное скорбной дате не только в истории казачества, но и в истории России. 24 января 1919 года была подписана директива о поголовном истреблении казачества. Представители Анапского районного казачьего общества собрались у памятного знака всем жертвам политических репрессий. На Кубани практически нет такой казачьей семьи, которой не коснулась бы эта трагедия. Казачество всегда служило, Сергей Алексеевич, верой и правдой государству, основой государства. И по фундаменту этого государства ударили со всей, как говорится, их ненавистью. Ударили и уничтожали тех, кто расширял границы России, кто защищал ее границы. Для всех, кто мечтает стать писателем, но не знает, с чего начать, сотрудники Центральной библиотеки подготовили цикл занятий. Слушатели смогут изучить теорию и практику, а также историю литературы, поучаствовать в рецензировании и анализе работ, показать свои таланты в конкурсах молодых писателей. Возраст слушателей не ограничен. Первое занятие состоится 5 февраля 2016 года в 15.00 в секторе краеведения Центральной библиотеки по адресу 12 микрорайон, дом 8А. Этот год для наших спортсменов начинается с побед. В открытом розыгрыше Кубка города Темрюк по волейболу среди мужчин победу одержала команда из Анапы. Ребята завоевали эту награду во второй раз. Гайкат Мачен занимается волейболом с 10 лет и уже добился немалых результатов. Один вызов в молодежную сборную России говорит о многом. Сейчас Гайк учится в Москве и бросать волейбол не собирается. Играет за сборную своего вуза, которая входит в пятерку лучших команд Москвы. Сюда пришел как бы на тренировку, а увидел тут молодых, они с соревнованием сегодня, решил посмотреть, как они играют. Кто тут растет у нас в Анапе, перспективные есть. Ставшие двукратными обладателями Кубка города Темрюк, ребята стараются передавать весь свой опыт подрастающему поколению. Юным спортсменам скоро тоже предстоят ответственные старты. В марте пройдет первенство Краснодарского края по волейболу среди юношей 2002-2003 годов. Однако для того, чтобы добиться хорошего результата на этих соревнованиях, подготовку нужно начинать уже сейчас. Ребята на постоянной основе приходят на тренировочные занятия к ребятам младшего возраста. Они их курируют, они их ведут, они с ними занимаются, они помогают. Это как вторые тренеры. И это очень важно, передача своих знаний. Воспитание и обучение происходят в два раза быстрее. Именно поэтому мы привлекаем нашу сборную города-курорта Анапа к тренировочным занятиям младших возрастов. В ближайшее время все анапские болельщики смогут поддержать свои любимые команды. 20 февраля в рамках военно-патриотического месячника стартует регулярный открытый кубок города-курорта Анапа среди мужчин, в котором примут участие команды Приморец, поселок Цибанабалка, Ураган, город Тимрюк, наследники Жукова, город Анапа и команда Института береговой охраны «Темп». И следом 26 февраля в преддверии Международного женского дня стартует регулярный открытый кубок города-курорта Анапа уже среди женщин. В нем примут участие команды из Анапы, Краснодара, Крымска, Тимрюка и Крыма. По сообщению Кубаниэнерго, будет частично прервано электроснабжение в субсехе завтра 26 января с 13 до 17 часов, в Гастагаевской 27 января с 12 до 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 26 января в Анапе ясно. Температура воздуха днем минус 2, минус 7, ночью до минус 5. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова